В интернете можно купить украшения по цене от 5 гривен. Конечно, бижутерию, конечно, китайского производства. Такого и на рынках полно, и в некоторых магазинах, правда, в магазинах чуть подороже. Но вот на прошлой неделе в Латвии со скандалом громким закрывают несколько магазинов, торгующих побрякушками. В них нашли кадмий, причем в 170 раз превышающий норму. А это уже опасность онкологии. Безопасны ли украшения продают в Украине? Аня Селезнева решила разобраться, какие ядовитые сплавы прячутся в бижутерии и сколько радиации в камешках на кольцах. Это колье Люда купила на одной из раскладов киевского рынка неделю назад. Купила себе украшение из никеля. А, вот это, да? Да. Достаточно дорогое украшение. Но через два дня девушка буквально ужаснулась. И после того, как я начала его носить, я заметила дискомфорт. У меня началась чесаться шея, у меня начался зуд. И я решила обратиться к врачу, чтобы выяснить, что же, ну, все-таки причина. Оказалось, это аллергия на никель, который входит в состав колье. Сам никель – металл очень аллергенный, но его продолжают использовать, так как он придает украшениям блеск. На чуть вспотевшей коже могут вызывать электрохимические реакции, которые также могут приводить к подобным явлениям. Правда, аллергия и раздражение – это еще не все. Опаснее то, что может оказаться под слоем никеля. Самый, что не есть яд. В составе сплавов, из которых делается бижутерия, особенно дешевая бижутерия, находится и свинец, и палладий, и ртуть, и все остальные вещества. Ну, гипотетически и здесь может быть свинец. Может быть, да, конечно. Но со временем же никель может вытереться. Безус не может, он обязательно вытирается. Чем опасен вот именно свинец, если вдруг дотерлись мы до него? Отравлением. Отравление свинцом – это боли в животе, это нарушение центральной нервной системы. Я и не догадывалась, что такие безобидные сведопобрякушки могут быть настоящей отравой для здоровья человека. Интересно, продавцы в курсе вообще, что они продают людям? Мужитория есть? А что вы такие? Ну, не знаю, где-то колье может такое. Что? На шею, гипотетически, браслетики, что-то такое. Присматриваюсь и заодно устраиваю экзамен. Вы знаете, что вообще некоторые делаются из свинца и покрывают разными вот этими вот… Нет, это вряд ли это свинец, то есть, ну, виду. Вы знаете, что такое свинец? Да, я знаю. Это очень вредно. Может, так же хорошо все знают о том, что продают? А что за сплав? Это обычная бюджетерка, то есть она… Ну, а бюджетерка что вы имеете в виду? Ну, как это бюджетерия? То есть обычная, которая и водички, в принципе, это боится, вот, знаете. Ну, это как… Что за металл? Что за сплав? Бюджетерка – это не сплав. Ну, я не могу сказать. Вы не знаете просто. Да, я бы уже не рискнула покупать эти украшения. И не только тут. А вот это? Да, обычная сплава. А из чего? Что за сплав, знаете? Бюджетерия, сталь там, вот, сайт. Не, ну, честно, такого китайца не дают такое. А это Китай, да? Вы из Китая завозите? А что за сплав? Ну, у нас конкретно сильно хожен предмет, и могу спросить, я бы вам рассказывать. Украшения, которые везут у нас из свинца с покрытием там никеля или чего-то. Ну, можно взять. А в этом магазинчике мне рассказали, что камни тоже нужно уметь подбирать. Это тигровый глаз. Он тоже как бы отсылался. Если неправильно подобрать камень, то он может навредить. Похоже, продавцы вообще не в курсе, что они продают. Но я таки купила несколько украшений. И позже я расскажу, зачем именно. Кстати, мне вот подсказали эксперты по драгоценностям, что камушки тоже могут быть небезопасными. Могут ли эти камни наносить какой-то вред человеку? Если говорить о каких-то уровня радиоактивности, то такая вот информация, что, допустим, такой минерал, как чароид, в своем складе, он имеет стронцию. То есть достаточно шкодный элемент. И, конечно, при продаже его нужно проверять. Если взять уже рубин, сафир, они имеют добавки, то есть те, которые дают им кольеры. Через это может минерал хванить. Мне понадобится измеритель уровня радиации, дозиметр. Знаю место, где найдется все. Специальный прибор-дозиметр может измерить общий радиационный фон, в том числе и показать, фонят ли драгоценные камни. Кстати, допустимая норма до 20 микровентген в час. Нахожу ювелирный магазин. Тут драгоценные камни на любой вкус, в том числе те, о которых мне говорила эксперт по драгоценностям, в которых может быть повышен уровень радиации. Неужели эта красота опасна? Показывает, что все в норме. В магазине уровень радиационного фона в ювелирке с ювелирными отношениями был ниже, чем на улице. Но, возможно, мне просто повезло. А как насчет этих чароитов? Покажите мне, а вот это вот кольцо, это тут разные, да? Да, там разные. Там разные самоцветы. Фу, нет. Я обошла еще целую кучу магазинов, но так и не нашла камушков, которые бы фонили. Ну, а что же до бижутерии, то их я отнесу в лабораторию и узнаю, нет ли в них вредных веществ. Субтитры сделал DimaTorzok